добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы недельная глава ваера мы вчера остановились на казни дикими зверями которых конечном итоге не осталось ни одного всевышний все их убрал все трупы их убрал зверей убрал чтобы египтяне не воспользовались не мясом их не шкурами и действительно ели мясо никаких зверей они не ели домашних животных это у них как боги и теперь наступает следующая казнь называется она домашние животные падеж скота если взять представить себе обычных домашних животных то не тут то было пишет наша традиция что животные стали убивать своих хозяев и всевышний предупредил что погибнет скот который на пастбище те египтяне которые боятся всевышнего спрятали свой скот под крышу то есть они не вывели скот на пастбище и поэтому часть скота в стране осталась живым а все остальные животные погибли убивали свой хозяин погибали в общем это была трагедия опять фараон просится маша обращаясь ко всевышнему всевышний останавливает казнь закончилась эта казнь и пишет мидраж говорит что первые пять казней фараон мог раскаяться мог раскаяться и всевышний его мог простить то есть во время казней кровью жабы в шраме дикие звери потом пойдешь скота вот эти пять казей был шанс у фараона раскаяться после этого уже у него такого шанса не было и теперь наступает казнь которая очень сильно поразила всех египтян маше и агрон взяли пригоршни печной золы агрон передал свою золу маше и она чудом вместилась в двух руках маше мудрецы это замечают маше я просто подбросил вверх и она распространилась по всей стране египетской и покрылись нарывами и люди и животными казнь страшнейшая выносить это очень тяжело естественно египтяне уже недовольны они уже понимают что это уже конец опять фараон просит маше просит всевышнего казнь остановлена сколько тысяч людей умерло мы не знаем сколько египет потерял и теперь всевышний говорит фараону ты еще держишь мой народ вот я сейчас пошлю тебе казнь которая пойдет в сердце египта им поднял маше посох к небу и всевышний навел град такой силы которого никогда не было еще в египте этот град бил все что было все растения он сломал побил и был огонь занимающийся внутри града и то что не поразил град сжег огонь всевышний тоже предупредил что кто не спрячет своих работников и скот сквозь под крышу все погибли крыша здесь ни при чем дело в том что всевышний жил бы крышу и дома и все 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 но из-за того что люди послушались всевышний не тронул тех людей кто боялся бога тот остался в живых и скот этих египтян остался живой все остальное ничего не осталось перебил всевышний деревья растения ячмень все перебил то что уже было в стеблях и они обычно вода и огонь в природе они не дружат вода тушит огонь а здесь всевышний поменял законы природы и они вместе казнили египет это было уже седьмая казнь после этого мы знаем что фараона уже и шансов не будет но будет упорствовать и дальше мы это знаем а для чего всевышний говорит а для того чтобы показать фараону египту кто такой бог и для нас это очень важно потому что цены израиля должны сами видеть чудеса эти и понимать что может произойти с нами если мы не будем слушать всевышнего и это относится и к нам и к сегодняшнему времени если мы не понимаем что тора нам говорит делайте так как я вам говорю то есть есть заповеди живите по ним и вам будет хорошо это самое лучшее что может быть а если нет так сами пьяньте на себя всевышний долготерпеливый он не наказывает сразу за многие вещи идет наказание намного позже и есть вещи которые всевышний прощает сразу то есть есть заповеди которые отвечают на вопрос делай и за эти заповеди если человек раскаялся всевышний сразу прощает но есть заповеди которые называются не делай там не убей там не укради то за эти заповеди не так просто то есть человек раскаялся и всевышний откладывает его наказание до йом кипура а уже в йом кипура прощается человеку если он раскаялся вот так это работает а если человек не обращает внимание делает что-то не то и не раскаивается и не перестает делать то что тора нам не велит сделай то что то что плохо в глазах торы то конечно без раскаяния мы просто ничего не сможем сделать и надеюсь что мы с вами изучая тору придем к тому что будем стараться как можно больше заповедей соблюдать и всевышний пишет не соблюдаешь заповеди убью так вообще нет он пишет старайтесь соблюдать заповеди мои если мы сегодня какую-то запад еще не выполняем мы стараемся прибавить и так постепенно постепенно выходим на все 613 заповедей торы все постепенно но главное не останавливаться если уже выполняешь не надо останавливаться то есть есть такие заповеди допустим помоление рук перед хлебом или или там после туалета руки помыть вот вроде несложные заповеди если мы эти заповеди выполняем уже получаем за них награду конечно трудно понять как это может быть но вот так ты уже сказал надо выполнять даже за такие заповеди казалось бы казалось бы с виду что не такие небольшие но награда есть за это вот так вот всем шаббат шалом всем браха проноса каванам мазал то что мы это время не решили учили тору всем всего самого наилучшего всем желаем крепчайшего здоровья и до следующих встреч надеюсь она состоится в йом решен в 15 часов урок был дан за поднятие души игорь бен лев берт об от israel павел бенефим самуил бен держ памяти ури бен харитом мендель бен мендель яков бен нахум владир бен григорий за здоровье светлана баклара шимон бенецкак борис бен мария анна бот ривка полина первого от соня сура лена баклара жене бак ида анна бот елена ефим бен эстер двой робот мирям моисей бен ева ирина бот двойра йосиф бен рейса инесса бот мэль вей бен берта вене бот и тафи работ она геннадий бен елена ольга бот светлана йосиф дам бен сара таня бот фрида и до бот рива вадим бен татьяна юлия бот бэла якоб ёсси бен рахель шимон бен мира фейга бот берта ася бот года марк бен нина ирра бот вера лёрн бенклара рафаэл бенклара хана цепора бот сара идолен хай агива ефим бен соня мая бот фаина алексей бен орга масло порца с булла ирина батури аронорей бенури Субтитры создавал DimaTorzok